Дело в том, что в нашей профессии шаблонов не существует. Это профессия, которая требует успеха. То есть во всей стране был застой, а в кино был расцвет. Не режиссер выбирает актера? Сейчас-то не всегда. Здравствуйте, я хочу, пожалуйста, налет. Спасибо. Ну просто я понимал, что если я этого не буду делать, я сойду с ума. Это как раз про любовь к кино. Николай, добрый день. Здравствуйте. Точнее, уже вечер. Вообще, я очень хотел сегодня с вами поговорить, как человек, который любит кино и мечтает, чтобы кино стало его профессией, с большим профессионалом, который действительно пришел в кино из любви и продолжает любить это искусство до сих пор. Скажите, пожалуйста, почему современные режиссеры, многие, может даже молодые, относятся сейчас к кино больше как к бизнесу, нежели как к искусству? Я думаю, что это общее поветрие. Вопрос не только в кино. Я вижу, как люди в принципе стали относиться к жизни как к бизнесу. И это стало модно. Что, в общем, глупо, по-моему. Потому что надо баланс соблюдать в своей жизни. Важно, что ты действительно сделал. И смог ли ты сделать мир чуть-чуть добрее. Мне кажется, что кино в этом смысле дает невероятные возможности. Надежду. Оно дает надежду. И в моей жизни оно играло такую роль очень часто. Я не понимаю, как можно надежду по бизнесу давать. Понимаете, какая штука. Другой вопрос, что профессия, она должна быть, она должна быть вот так вот в руках. В противном случае вы сможете что-то сделать, но один раз. Второй раз уже вряд ли получится. Но подходить к жизни как к бизнесу, кино как к бизнесу, мне кажется довольно странно и, в общем, необдуманно. Если уж бизнес, тогда нужно идти и действительно делать. То есть как бы деловым человеком становиться. А кино – это все-таки про душу, про эмоцию, про то самое неуловимое, из чего соткана наша жизнь часто. И что дает нам возможность держаться на плаву. Про надежду, как вы сказали. А если мы говорим сейчас про молодых режиссеров, которые хотят сделать профессию, прийти в кино. Вот в советское время, после того, как вы получали отлично на дипломе, например, на режиссерском факультете, во ВГИКе, вас распределяли по разным кинокомпаниям, там «Азерфильм», «Молдовафильм», «Мосфильм» и давали возможность снять первую картину. То есть если вы получали отлично. Нет. Нет, Виктор. Я совершенно немножко другую. Вы знаете, я сейчас преподаю вам в ВГИКе. Да. У меня мастерская. Я говорил на эту тему, вернее, он со мной говорил, ректор ВГИКа Владимир Сергеевич Малышев, он мне говорит, слушай, ты знаешь, я открыл курсы 50-е годы, 60-е годы, когда казалось, что люди, закончившие ВГИК, успешные во ВГИКе, обращавшие на себя внимание, они обязательно приходили в кино. Он говорит, я листаю, и ни одной знакомой фамилии бывает. один, второй, третий курс. Никого не знаю. А он, в принципе, это очень погруженный в это дело человек. И тогда было непросто. И тогда это был рынок. Он был скрытый, но он существовал. И я знаю довольно много имен довольно известных режиссеров, я уж не говорю про актеров, которые снимали там раз в 7 лет, раз в 10 лет, сняли 2-3 картины и больше не снимали. Это очень зыбкая проекция. Это из-за цензуры? Нет. С которой они сталкивались? Я думаю, что вопрос не в цензуре. Может быть, есть судьбы отдельные, ну, допустим, Аскольдов режиссер. Там это было связано с цензурой. Он снял картину, комиссар. Всю жизнь столько забот, столько хлопот. То ты прячешься, то ты хоронишь своих близких, то тебя самого хоронят. Абсолютно некогда поговорить с человеком. Вот вы мне скажите, товарищ комиссар, почему так происходит? Помните, как все возмущались, когда англичане напали на Буров? А как мы все печалились, когда турки вырезали армян? Но кто что скажет, если завтра не станет Ефима Магазанника? Как ни смотри на нее, она хорошо сделана профессионально, но дальше там вмешались политические вещи, идеологические. Но чаще всего это было связано с просто неуспехом. Это профессия, которая требует успеха. Успех или удача? Потому что есть много картин, которые вначале, включая Никита Сергеевича Михайловна, включая иронию судьбы или с легким паром, когда вначале ей давали четвертую категорию или вообще не выпускали, а потом только через какое-то время они выходили или там, например, в правительстве увидели и одобрили эту картину и тогда уже сказали хорошая картина. Да, здесь есть и удача, но все равно, если у вас удача, а дальше нет успеха, то в кино это очень остро чувствуется, что это не очень работает. Да, вы правы, ирония судьбы, ее как-то пытались кромсать. На самом деле, мне Рязанов рассказывал, я был с ним знаком, не столько ирония судьбы, большие проблемы были с картиной, которую он снял на заре своей карьеры. «Карнавальная ночь» была бешеным успехом, затем он снял фильм, который называют полууспехом, как-то так, хотя это, в общем, вполне такая картина, не самая шикарная, но она и сегодня смотрится, называется «Девушка без адреса». Попьют сотрудники чай в перерыв и снова за работу. Оленька, а что это вы все пишете, считаете? Пишем разные бумаги, считаем разные цифры. А зачем все эти бумаги? Смешная ты. Над нашей конторой есть еще одна контора, которая главнее нашей. Ну и вот, эта контора присылает нам свои бумаги, а мы их переписываем и посылаем в ту контору, которая ниже нашей. Понимаешь? Не понимаю. Почему же та контора, которая выше нашей, не может бумаги прямо послать в ту контору, которая ниже нашей? Вот странно, эта контора, которой они же прерывча не слили. А затем он снял картину «Человек ниоткуда». И вот у этой картины были большие проблемы, ее, по-моему, Суслов как-то помянул нехорошо в одной из своих речей, и все, картину сняли. А, что ты? Да все! Ань же ты, ради бога, ну! Пойми ты, я же не могу следить за каждым твоим шагом. Ну, в конце концов, я человек занятой, у меня работа. Ты такой всесильный работаешь. У нас все работают. Между прочим, научно доказано, что бездельники развиваются обратно к обезьянам. Посмотри, ты видишь этот необыкновенный город? Нравится? Очень. Так вот, его создали работники, а не гуляки. Вот, для Рязанова это было болезненным очень долгое время, эта история. И Меньшов мне рассказывал про «Москользом не верит» картину, которую резали-резали, переделывали-переделывали. И он говорит, я уже как-то подготовился, вот как я буду отстаивать. Значит, любовные сцены вырезали. А тогда это было, ну, как бы, нельзя. Он говорит, я подготовился и подхожу, говорю, ну, вот я хочу здесь. Да ладно, сказал ему директор студии. Все нормально, потом поговорим, выпускаем картину. И Меньшов не понимал, в чем дело. А оказалось, что ее посмотрел Брежнев, тогда они как бы запрашивали, и Брежневу картина понравилась. У Леонида Эмильевича все-таки, господи, Леонид Эмильевич это мой продюсер, замечательный, с которым я работаю. Но в данном случае я говорю о Леониде Ильиче Брежневе. У него был очень такой хороший вкус, на самом деле, на хороший фильм. Он таким образом спас картину «Белая сон с пустыни». Он ее посмотрел, она ему понравилась, и ее тут же выпустили на экран. Ирония судьбы. И Масан сам не верит. Это я знаю, просто спел в руку. 60-е, 80-е годы это одни из лучших фильмов выходили. Ну, 60-е, 70-е годы это одни из лучших. Но к этому он вряд ли имел прямое отношение. Я говорю к тому, что он просто иногда спасал действительно картины. То есть во всей стране был застой, а в кино был расцвет. Я не могу так сказать, я просто могу сказать, что бывало, что, может быть, и неожиданно, но вот понравившаяся картина на закрытом просмотре, она вдруг, значит, ее выпускали, и дальше был успех. И дальше это, в общем, перестраивало судьбу человека, который мог в этот момент и вообще уйти в тень навсегда. Ну, исходя из ваших слов, то есть, получается, кино — это очень жесткая такая конкурентная среда. «Да, это именно так». Каждый раз, когда я готовлюсь к интервью, а я к ним готовлюсь, я стараюсь найти какие-то интересные факты, чтобы и спикеру не было скучно, и вам, дорогие зрители, тоже было познавательно. Но, зачастую, я сталкиваюсь с ложной или выдуманной информацией в интернете, которую впоследствии мои спикеры опровергают. Поэтому я перестал доверять всему, что написано в интернете и решил черпать информацию только от людей, которые прошли большой путь в своей области и стали главными экспертами в своих профессиях. Именно поэтому более 15 тысяч человек выбирают образовательную платформу «Класс». Ведь на ней находится уже более 30 мастер-классов от главных представителей своих профессий. От Александра Васильева, который обучает этикету и дизайн интерьера. От Александра Селезнева, который обучает кондитерскому мастерству. От Дмитрия Абзалова и Евгения Когана, который рассказывает об инвестициях и финансах. И, конечно же, куда без этого истории футбола, которую преподает Виктор Гусев. Переходите по ссылке в описании, выбирайте годовую подписку, можно в рассрочку, и вы получите доступ ко всем 30 курсам, которые есть сейчас на платформе. Таким образом, вы получаете более тысячи часов самой интересной информации на разные темы от главных представителей своих профессий. Учитесь у лучших, учитесь на класс. Как сейчас молодым режиссерам выбиться в индустрию? Какие есть сейчас возможности или лифты, чтобы именно попасть в вот этот круг режиссеров, которые действительно снимают там такие полноценные фильмы? Ну, во-первых, я думаю, что таких возможностей больше, чем раньше. Сейчас больше? Больше. Потому что раньше, для того, чтобы дальше поступить во ВГИК, о, это была целая система, в том числе идеологическая, сита и прочее, это было очень сложно. Затем было очень сложно получить постановку. Ее действительно было очень сложно получить. И иногда люди, выходя из ВГИКа, да, они могли отправиться куда-то далеко, но получали они может быть должность ассистента и не могли себя реализовать. Иногда, может, и заслуженно. То есть у них не было дарования соответствующего и прочее. Но как бы то ни было, это было очень сложно. Сейчас я знаю судьбы, когда люди появляются, ну, в общем, практически из ниоткуда. И на них обращают внимание, потому что они публикуют в интернете какие-то интересные ролики. И дальше начинается большая судьба. Ну, скажем, актриса Горбачева где-то, по-моему, в одной соцсетей публиковала самодеятельные домашние ролики, но она актриса, конечно же, но ее не снимали. А тут она обратила на себя внимание и вошла как бы в обиход такой широкий кинематографический. Я? Вот она я. У меня не было вдохновения. Я не почитала книжку никакую, не посмотрела какое-нибудь кино, он не понаблюдал за людьми. Если говорить о режиссерах, то Илья Найтшуллер, скажем, насколько мне известно, тоже так же попал на глаза его ролик Бекмамбетову. И, если я ошибаюсь, Андрей Першин, он же Жора Крыжовников, по-моему, точно так же на него обратили. Но Крыжовников закончил все-таки в ГИК продюсерский, ГИТИС он с режиссерский закончил. Конечно, но я сейчас говорю про то, что, закончив что-то, имея в руках профессию, он смог обратить внимание на себя. Это не так просто, но можно. И если раньше закрыта дверь, и на телевидение не попасть, скажем, или на киностудию, не просто не войти никак. сейчас не то, чтобы легче, но больше возможностей. А сложно было всегда. И сейчас сложно, я это понимаю. Дело в том, что в нашей профессии шаблонов не существует. Возьмите Валерия Тодоровского, замечательный режиссер. Он попал в кино одной тропой. Возьмите, не знаю, Клима Шипенко другой тропой. Сережа Левни в третьей. У каждого свой путь, который абсолютно уникален. Вы не можете, даже если хотите, повторить вот этот ход. Это правда, да. Но единственное, что можно в себе самому воспитать, что-то все-таки от вас зависит, это трудолюбие. Это... Даже не трудолюбие, а умение достигать нужного результата. Потому что вот это слово, оно странное, трудолюбие. Вот я люблю труд, поэтому я работаю. Но человек может не любить труд. Но при этом он берет себя в руки и действует, и работает, добивает своего. В этом смысле я был упертый парнишка, потому что я просто стучался в одни и те же двери. Но я не только стучался, я писал сценарий, один, второй, третий. Они никому не были нужны. Но я писал, и писал, и писал. Понимаю, что... Но вы знали, кому их нести? Нет. Не знали? Нет. Когда я писал в змеиный источник, я его писал просто в стол. Ну и как вам, наши захалушки? Уютно. Не смотри! Не смотри! Здесь свои законы, здесь чертово место. Трясина, болото. Попал уже не выбраться! Любовь, девочка, это неуемная жажда обладания. В любви человек прежде всего старается властвовать над своим объектом. Первый вариант сценария мы придумывали вместе с Юлией Семеновым, с которой вместе я работал в газете. И мы... Ну, в общем, это была почти шалость. Правда, я в этот момент уже сделал одну картину получасовую, которая называется «Началек пятница». Это был такой мистический триллер. И я уже начинал большую картину, но в этот момент случился 92-й год. Все схлопнулось. Не только в кино, как мы знаем. Да. И моя большая картина закрылась. И дальше я стал просто писать в стол. Это было несколько лет, и я не знал, чем это закончится. Ну, просто я понимал, что если я этого не буду делать, я сойду с ума. Мне очень хотелось реализоваться. Я реализовывался вот таким образом. Надо сказать, что все, что я написал, в итоге я и снял. Позже, много позже, но снял. Это как раз про любовь, кино. Да. Это про то, что просто надо двигаться вперед. Я знаю людей, которые садились и говорили, ну, если это никому не надо, я ничего не буду делать, вот я буду ждать, когда кто-то постучится ко мне. Может, и никто не произойдет. Ну, думаю, что нет. Это профессия, в которой, как мне кажется, нужно очень точно видеть цель. И остальное уже не так важно. Здесь очень важно все-таки в этой профессии понимать, что вот это вот я режиссер, я сказал, так и будет. очень наивное ощущение профессии. Потому что кино, в отличие от театра, где вы все-таки можете выстроить среду так, как вы хотите, подчинить себе свет актеров, если вы главный режиссер театра, вы сами их выбираете. В кино это не совсем так. И режиссер выбирает актеров? Сейчас-то не всегда. Сейчас не всегда. Я пытался добиваться этого, в общем, чаще всего добивался, но это было не всегда. И понимаете, ладно, актеры, здесь много еще других вещей. Актерская занятость много определяет. Если актер к вам прибегает из другой съемочной площадки, он приносит чужую энергетику, и даже если он идеален в своей роли, был бы, если бы не другая роль, здесь вдруг вы чувствуете что-то не то. Вы выходите на улицу и там не та погода, которую вы рассчитывали заполучить. Тот же Тарковский, снимая картину, по-моему, это было жертвоприношение, да. Ему нужна была черемуха, и он требовал эту черемуху, ему принесли эту черемуху, поставили. И он пришел на съемку, стоит дерево на фоне белой стены. Он говорит, ну мне нужна черемуха. Говорят, вот эта черемуха. Он снимал в Швеции. Говорит, нет, мне нужна белая черемуха. Говорят, ну она сейчас не цветет. И он ужасно расстроился, но в итоге на этом строилась со сцены. Он сказал, ходил, ходил, думал, думал, уберите эту черемуху, унесли, и он снял сцену иначе. Надо уметь перестраиваться, использовать ту ситуацию, которую вы имеете, а не сидеть и говорить, нет, вот я не буду снимать, потому что мне нужно вот такое облачко. А потом оно появляется, а уже ушло состояние актеров, уже ушло, вы затянули, дальше вы гоните следующую сцену. Короче говоря, нужно учитывать очень много вещей. Или наоборот, продюсеры давят на режиссера, давайте быстрее, быстрее, мы не успеваем, выходим из графика и так далее. Ну, на площадке-то нет. Вообще график всегда существовал, это же понятно. И хотя говорят, что у нас не было продюсерского кино, его не было, но оно и было, потому что было Госкино, был Кинокомитет, он все реагировал, регулировал и реагировал на каждый шаг. И Петр Ефимович Тодоровский, допустим, мне рассказывал, что на его картину «Военно-полевой роман», прекрасный фильм, замечательный, ему дали 42 поправки из Госкино, уже по готовую картину. Ну, я не удивился, потому что мне дают и 50, ничего. Но при этом есть режиссеры, которым дают 7 лет снимать свое кино. Например, Герман. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, ну, конечно, кто придумал. Говорят, ночью погром будет. Слушайте, ну, он сам это искал деньги, он находил. Ну, там была в своей истории, что значит дают. Ну, там сложные были отношения с продюсерами. Но там было госфинансирование. Только часть. Только часть, да. Видите, как мы застряли на этой теме. Прямо интересно именно. Какие фильмы, вот вы считаете, обязательно надо посмотреть всем людям, которые хотят заниматься кино? Ну, я имею в виду режиссеров. Да, есть фильмы, которые я очень люблю, пересматриваю. Они мне помогают просто. «Восемь с половиной Феллини», «Семь самураев», «Курасавы». Конечно же, фильмы Хичкока. Очень многие, наверное, практически все в нем очень интересны. Но «Головокружение», «Психоз», «Дурная слава». Я очень люблю эту картину. «Спилберг», очень много его картин. «Челюсти», выдающаяся картина. «Индиана Джонс» первая, выдающаяся картина. Третий тоже замечательный. Да и второй прекрасный фильм. «Паркерского периода», замечательный фильм. «Список Шиндлера», обожаю эту картину. Я очень люблю Скорсезе. Не все его фильмы, но «Отступники», очень люблю и ценю. «Славные парни», да, «Мы страха». Ну, ряд других фильмов. «Эзенштейн», мне кажется, что очень важно его знать. Не обязательно любить, но он работал с основами кино. И это очень важно понимать. «Любич», мне кажется, «Уайлдер», не все его картины, но, к примеру, «Некоторые любят погорячее». Или «Уайлдер», да. При этом вы не сказали ни одного советского фильма. Почему? Ну, кроме «Эзенштейна», понятное дело. Нет, я могу назвать. Нет, почему же? Я просто говорю о фильмах, которые не то, что прежде всего приходят в голову, на которые мне интересно смотреть. Потому что советские картины, я, кстати, очень люблю советское кино и хорошо его знаю, но они так рядом, что это как бы, вот посмотрите на моего папу, учитесь у него. Но на самом деле я, очень внимательно изучая советское кино, но я люблю Александрова, скажем, картина «Цирк» замечательно сделана, «Вселы, ребята», «Весна», классная картина, потрясающе сделана. Я люблю фильм Колотозова «Летят журавли». Конечно. Она действительно замечательно сделанная картина. Я очень люблю Метту, потому что он лихо работает с жанром, он азартный человек, это чувствуется пульсация в его фильмах, он снимал разные картины. Это и психологические драмы, и истории взрослений, и бурлески, и мелодрамы, и «Экипаж» — это абсолютно шедевр, на мой взгляд. Я очень люблю Меньшова, который взаимодействовал со зрителем так интересно. Люблю Рязанова. Да, там невозможно. Я, честно, когда включаю, например, «Москва со мной верить», всё, у меня как будто мир пропадает. Это блистательная картина. То есть я ухожу только туда, и я больше ничего не вижу. Да? Ничего не вижу, не слышу никого. Михалков, Тарковский. Я не люблю Тарковского. Нет, это звучит, наверное, как вызов. Это не мой любимый режиссёр. Но я вижу, какое потрясающее тщание и художественный подход в его картинах. Я с огромным уважением к нему отношусь. Но вот здесь я всегда вижу, что стоит режиссёр за камерой. И камера, я чувствую всю съёмочную группу. Я никогда не выключаюсь, когда смотрю его фильмы. Ну, разве что, может быть, «Солярис» и «Зеркало». Вот здесь как-то я становлюсь зрителем, а я очень ценю это качество, когда меня делают зрители. Я люблю «Золушку», «Кошевера» и «Шапира». Я люблю ранние фильмы Нечаева, «Приключения Буратины», «Прекрасную шапочку», «Прекрасно сделанные картины». Фильмы «Роу» и «Птушко», «Я на них рос». Так что нет, я очень люблю эти картины. А вы вообще, когда хотите посмотреть тот или иной фильм, например, новый фильм, вы обращаете внимание на рейтинг этого фильма? Ну, то есть вам важно посмотреть, ой, нет, этот рейтинг 5-4, нет, не буду смотреть. Или вы, например, посмотрели его, потому что он выиграл какой-то фестиваль, или вам кто-то его посоветовал, или, например, ваш любимый режиссёр эту картину снял? Ну, скорее, вот эти критерии для меня важны. Любимый режиссёр или интересный мне режиссёр, то, что я слышал от своих знакомых и друзей для меня, это важно. Фестивали в меньшей степени, потому что я так много смотрел неинтересного для меня кино фестивального, что, в общем, такого немножко искусственного инкуб, выращенного в пробирке, меня это меньше волнует. Рейтинг зрительский мне интересен по одной простой причине. Есть надежда, что я посмотрю интересное кино, потому что зрители, они, как правило, реагируют на такого рода фильмы. Но я также сталкивался с тем, что фильмы с низким рейтингом становились для меня невероятно интересными и важными. Поэтому это, наверное, комплекс качеств. Но я стараюсь не смотреть проходное кино, потому что я его пропускаю через себя. И после этого я чувствую себя зашлакованным просто. Мне очень трудно эту шелуху из себя убрать. Поэтому я тут же ставлю, не знаю, того же Феллиния. То есть российские комедии вы не смотрите? Почему же я смотрю российские комедии? Мне очень понравился, допустим, фильм Клима Шипенко «Холоп». «Холоп». Да, и я его посмотрев, тот же позвонил Климу и поздравил вас, по-моему, очень удачный. Ну да, вы сейчас сказали удачную картину, но есть на одну удачную картину, именно комедии я говорю. Ну, картин 20 неудач находятся. Ну, так это всегда так бывало. Вы знаете, сейчас, когда говорят, вот, советское кино, советское кино, да ладно. Я не помню, что-то мне понадобилось, и я открыл список фильмов, которые были сделаны в 1972 году. Были прекрасные картины. «12 стульев», допустим, Гайда, и еще несколько фильмов. Сейчас не вспомню на скидку. Но дальше огромный список фильмов, которые никто не вспомнит, и которые тогда даже не смотрели. Все эти историко-революционные драмы, и какие-то пустые комедии никому не нужны. Огромное количество шлака. Но понимаете, какая штука? Это происходит в любом кино. Когда мы с вами говорим про американское кино прекрасное, мы видим просто несколько картин, которые либо кассовые рекордсмены, либо по художественным качествам они выделяются. Огромное глаза. Я летаю, Джек. Ну вы бы видели весь этот список. Это абсолютно пластмассовое кино. Нет, я не говорю, что американское кино хорошее. Ну, к примеру, любое кино, понимаете, на, там, не знаю, сто картин, ну, две-три хорошие. Остальные, ну окей. В лучшем случае, а иногда просто плохие. Это нормальный процесс, вот к чему я. Это не значит, что мне он нравится. Было бы здорово, поверьте, каждый режиссер, каждый актер хочет сыграть самую классную роль. Режиссер хочет снять самую замечательную картину. Но иногда что-то сходится, а иногда не сходится. И это не сходится, иногда бывает фильм не в то время вышел. Бывает и такое. Прекрасная картина, которая не попала в общественные ожидания. Бывает и такое. А за рейтингом собственных фильмов вы следите? Ну, когда мне попадает это на глаза, да, наверное. Понимаете, какая штука? Фильмы — это как дети. Это правда. И это большая часть жизни. Так получается, что у меня, ну, практически каждая картина, по крайней мере, последнее время, это три-четыре года жизни. Да. Очень интенсивных, с яркими, сильными, иногда драматическими, иногда трагическими переживаниями. Ну, какая вам разница? Что об этом скажет человек, который, ну, смотрит на вашего ребенка, ему там не нравится цвет волос, или выражение лица и так далее? Жаль. Да. Но судить по чьему-то мнению о четырех годах моей жизни, ну, я не стал бы. Я с уважением отношусь к этим мнениям. Всегда. Но я не принимаю близко к сердцу ни ругательные отзывы, ни восторженные. Я благодарен за понимание. Но иногда, знаете, читаешь хвалебный отзыв и понимаешь, что человек вообще ничего не понял из того, что я хотел сказать. Я все равно ему благодарен, потому что он говорит хорошие слова. Но я не испытываю кайфа по поводу того, что я читаю. Даже неудачные картины, они все равно очень серьезный след в сердце оставляют. И знаете, как-то Георгий Степан Жжонов, мы с ним общались по поводу... Я очень люблю его работу в экипаже, мы общались по поводу его этой работы. И он мне сказал, ты знаешь, ты думаешь, что я ценю те картины, которые удачны? Те роли, которые удачны? Нет. Я дорожу больше всего теми картинами, которые дороже всего мне дались, тяжелее всего. И я его понимаю абсолютно. Какие картины вам сложнее всего дались? Из всех. Вот три, например. Самые трудные это были... Самые-самые трудные по ряду причин, в том числе и объективных, и субъективных. Волкодав и Зерот серых псов. Очень трудно, пожалуй, сравниться с ней Нюрнберг по сложности и экипаж. Экипаж? Да. Вообще продюсеры, они больше мешают или помогают? Это сложный процесс. Я думаю, что он не такой просто понимаемый. На самом деле, конечно, это все время конфликтные отношения, но это продуктивный конфликт, если это профессиональный продюсер. И если это умный человек, а я, в общем, работал с умными людьми всегда, он заботится о фильме, а не о своем эго. И я очень ценю, когда продюсер настаивает, допустим, на своем. Иногда очень трудно настаивать. Ну, просто лепешку. И ты не можешь его переубедить так или иначе, но потом он смотрит вот твой вариант, и друг говорит, а знаешь, может быть и так, может, ты прав. Это очень ценное качество очень больших личностей, когда человек, сказав вот так, но потом видя, что оппонент предлагает либо вариант не хуже, а может даже интереснее, он не думает, ой, я уже сказал так, значит, я настаиваю на своем. А он говорит, слушай, может быть, все так бывает. Вот Карен Шахназаров обладает таким качеством, Леонид Верещагин обладает таким качеством. Я это очень ценю. А все-таки последнее слово за продюсером или за режиссером? Ну, это как вы договоритесь. Здесь, понимаете, это опять, вы задаете вопрос с точки зрения амбиции. Последнее слово. Важно не это. Важно, чтобы это последнее слово не навредило картине. Поэтому раньше, когда я был наивнее и, наверное, даже глупее, мне казалось, я должен как-то наставить на своем, протащить свое дело. Нет, важно не это. Важно сделать дело максимально хорошо. Важно не навредить своему детищу. Режиссер в советские времена отвечал за смету. Он подписывал смету. Я сейчас не подписываю смету. Я не могу сказать, что я думаю про блячок. Я думаю о том, чтобы сделать хорошую картину. И на своем горьком иногда опыте я убеждался, что иногда ты добиваешься своего, а это хуже, чем если бы это было, если бы ты легче к этому отнесся. Надо уметь слушать обстоятельства. Не прогибаться под них, но использовать их на благо картине. И так как мы все-таки работаем в новых условиях, и кино сейчас не только идеология, как это было раньше, прежде всего идеология, а сейчас это все-таки еще и развлечение, если ходить. А я очень ценю это качество кино. И бизнес, как вы говорили. Необходимо учитывать опыт тех стран, в которых отточенная система кинопроизводства. Я этим дорожу, потому что я сталкивался и с почти самодеятельной работой в кино, и с очень точной, жесткой работой. Мне очень нравится работать с профессионалами, которых не надо понукать, которые отвечают за свое дело, которые пытаются вложить лучшее в картину, все свои лучшие эмоции и умения, они отбывают наказание на площадке. В этом смысле, допустим, я видел, как работают в Америке. Я там снимал совсем мало. Но меня поразило, что я даже растерялся на самом деле. Я приходил... Это было в середине, в начале 2000-х. Я приходил у нас на площадку, мне надо было проверить это, толкать этого, толкать этого, режим с часы и так далее. А в Лос-Анджелесе мне ничего этого не нужно было. Я даже растерялся в какой-то момент. Я говорю, Ирак, а мне что делать? Возникает проблема, ее начинают решать без меня. Мне не нужно участвовать в ней. Ирак – это мой оператор. Да, да, да. Замечательный. И он мне говорит, твоя работа думать. Тебе не надо всех толкать. Наслаждайся. И я действительно наслаждался, потому что я понимал, что я прихожу на площадку, а группа уже вся. Я приехал первый съемочный день. У меня был в Лос-Анджелесе в 3.30 начиналась смена. Я приехал в 3. Утро, не вечер. Я понял, да. Вся группа была на месте. И Энн Арчер, звезда картины, вышла из трейлера. Такое было ощущение, что она сбала только что. С замечательным настроением, сияющая, только бегуди были. Вот. Все были на месте. И в 3.30 вот так. Все, как кубик все сложилось. Никто не кричал, время начинает. Нет. Все работают. Точно все знают. Вот я это очень ценю, и мне кажется, что в этом смысле продюсерское кино, оно все-таки здесь необходим баланс, безусловно, но оно дисциплинирует. А в кино дисциплина очень важна. Поэтому я тоже слежу за этой дисциплиной. Поэтому я стараюсь всегда быть сейчас в графике. Раньше, когда у меня случались выпадения из графика, я понимал, что очень много возникает проблем, и с этим сложно работать. Поэтому я стараюсь быть абсолютно безупреченной в профессии хотя бы. И поэтому я не чувствую конфликта. Потом я сам делал картину как продюсер, и я знаю, что если у тебя в кармане 10 рублей, как бы ты ни пыжился, ты не можешь вытащить 20. Поэтому надо понимать. Вы про фонограмму страсти, да? Я про фонограмму страсти. Вы сами заговорили про американское кино, я хотел его чуть попозже обсудить, но все-таки, ладно, давайте сейчас обсудим. Ну, давайте. Последние 4 года на Оскаре выигрывают ну, не американские картины, а хорошо, мы не уберем землю кочевников, там режиссер была китаянка, в 2020 году паразиты, в этом году все везде и сразу, плюс сейчас происходят все эти митинги сценаристов, митинги актеров, это начало краха голливудского кино? Не знаю. Возможно. Вы нашли вот в этом и в прошлом году какие-то, может быть, русские фильмы или там, зарубежные фильмы, которые вот прямо произвели на вас неизгладимое впечатление? Ну, неизгладимое, знаете, это со временем можно будет понять. Но так как я очень люблю Спилберга, то Весальская история на меня произвела впечатление тем, как это сделано. Я понимаю, какой огромный режиссерский труд, как движется камера, как это все происходит, конечно, высший пилотаж. Это еще Балабановская. Ну, конечно, изменилось. Тебе очень быстро умирает. И я даже, честно говоря, забыл, что Спилберг год назад снял Весальскую историю и думал только про Фабельманов, да. Ну, Фабельманы мне показались более рыхлыми, при том, что я так люблю Спилберга, что я смотрю любую картину с огромным удовольствием, пересматриваю много раз. И даже те фильмы, которые я не очень люблю его, вот как-то смотрю так. Все равно я их очень подробно изучаю и вижу, как они сделаны, как они придуманы, как движется камера, как смонтированы картины. Поэтому Спилберг это наше все. По крайней мере, мое. Да, да, да. Очень лихо сделано миссия невыполнима. Последняя. Очень лихо сделано. Три часа продержать вот так вот внимание, надо сказать, что это серьезное умение. Маккори прямо меня поражает. А все везде и сразу вы смотрели? Я дважды или трижды принимался ее смотреть. И не смогли? Ну, что точно не смог? Мне было скучно. Ну, вы досмотрели? Я не досмотрел до конца. Я тоже не досмотрел. Хотя, допустим, роль Джейми Ли Кертис меня поразила. Она очень здорово там работает. Ну, как-то... Я от тебя могу сказать, что мне в этом году невероятно понравилось на Западном фронте без перемен. Я прям... очень сильная картина, такая антивоенная по-настоящему. Особенно вот этот последний титр, что за четыре года по сто метров продвинулись. Это очень-очень... Ну, это сильная литературная основа. И это хорошо, конечно, очень сделано драматично. Нет, ну, даже те же самые «Три мушкетера». Я не могу сказать, что это бессмертное для меня произведение, но я думаю, что я буду помнить и атмосферу, которую они создали, и ту лихость, с которой они обошлись, с известным сюжетом, но при этом не поломали его, а нашли те повороты, которые... Я думаю, так интересно, куда это они поворачивают? Как они дальше будут действовать? Мне это было интересно. Ну и... А если из российских фильмов? Из российских? Да. Вызов получилось посмотреть? Нет, не успел. Не успели вы посмотреть? Вот когда я смотрел текст «Клима», и я видел, что он очень любит кино. Реально видел. Он очень любит кино. С таким маленьким бюджетом сделать такую классную историю. Там были классные режиссерские приемы, когда Петров общался с закрытой дверью. Твое воспитание, мама, знаешь, что я сделала? Сделала из меня примерного и хорошего зэка. Вот. А из него воспитание вертуха я сделала. Вот в этом и разница, блядь. Ты меня с собой, что ли, хочешь забрать, а? Чего ты не отвечаешь-то, мама, а? Чего ты не отвечаешь? Там были очень классные приемы с вот этой последней его, когда он заходит к туроператору и общается, куда бы вы могли полететь. Это очень круто. Здравствуйте. Здрасте. Погреться? Мечтать. Я, честно скажу, меня даже пробило на слезу. Я, ну, очень редко такое бывает. Хотя я пришел в кино, ну, вот именно в кинотеатре я смотрел, я довольно-таки пришел в нехорошем самочувствии, но я очень, то есть меня прямо это кино вылечило. Но вызов, когда я посмотрел, и когда на крупном плане вот так вот телефона мы видим, как она в космосе отправляет 3000 маме в теньков банки, ну, это уже любовь к деньгам, это не любовь к кино. Это уже любовь к продакт-плейсменту, это я не знаю что, но это не любовь к кино. Я не знаю, почему они это сделали. Возможно, они переоценили бюджет этого фильма, и им пришлось соглашаться на условия теньков банка, чтобы вот так вот на крупном плане выходили. Просто у вас в Нюрнберге тоже генеральным спонсором был ВТБ банк. Но при этом безруков в своей речи не говорил, господа судьи, мы судим сегодня этих людей, потому что они начали войну и не оформили кредитную карту в ВТБ банке под 7% годовых. Это было бы, конечно, лихо. Я думаю, что прибавило к солисту зрителей. Я клянусь, это цитата из фильма «Вызов», когда один персонаж говорит другому, а почему-то у меня связь здесь не ловит. Тут только мегафон ловит. Послушайте, я не могу говорить про картины, поскольку я ее не видел, но то, что я видел у Клима, мне очень нравится. Даже когда, допустим, фильм «Текст», я не могу сказать, что как история он мне был понятен. Я не понимал героя, который, когда у него умерла мать, он ходит и читает смс-ки труппу, который труп при жизни прочитал. Я этого не понимал, зачем это делать, тем более, что он рискует жизнью. Но это вопрос скорее к драматургии, а не к фильму. А то, как сделана картина, мне понравилось очень, потому что каждый кадр придуман, сделан, выстроен с огромной любовью. То, как работают актеры. Мне очень понравилась роль Саши Петрова. Мне очень понравилась роль Вани Янковского. Прекрасно. Мне очень понравилась Кристина Асмос в этой картине. То есть, то, как это сделано, я говорю не про холодную сделанность, а про очень искреннюю, пульсирующую такую эмоцию. Мне это очень понравилось. А вообще, была когда-нибудь у вас ситуация, когда вы теряли контроль на съемочной площадке? То есть, контроль за всем происходящим? За всем происходящим? Ну, в какой-то съемочный день прям все рушится, и вы ничего не можете с этим сделать. Да, такое было на Валкадаве. На Валкадаве? Да, это были очень тяжелые съемки. Очень тяжелые. Я просто помню один раз, тоже, когда мы снимали полный метр, там было много людей, и действительно, там была такая сцена, когда выступала группа на сцене, а люди должны были смотреть, там ходить, это все надо было простроить. А я, мне было тогда 22 года, я был довольно-таки неопытным человеком в кино. Это был мой дипломный фильм. И я просто сел возле сцены, просто сказал, типа, все, ребята, я не знаю, что с этим делать, я не знаю, что с этим делать. Ничего не получается, надо будет переснимать. При том, что мы снимали вообще за копеек, то есть у нас не было денег, у нас как-то вот, пап, можно денежку попросить у тебя? То есть вот так это все было. При этом, да, но потом нашли все-таки, еще раз попросили денежку и пересняли только вот эту сцену. И я понял, что нельзя в один съемочный день впихивать все вообще, что можно. это правда. Вы знаете, Спилберг общался с кем-то очень известным режиссером, он ему сказал, этот известный режиссер, чего имени я не помню, а Спилберг потом это стал передавать, это знаю, он сказал, наступит день в твоей жизни, когда ты придешь на площадку и поймешь, что ты не знаешь, что тебе сказать, что ты ничего не можешь сделать. не дай тебе Бог, сказал этот неизвестный, но очень известный режиссер, не дай тебе Бог показать это. Не уверен, что это правда, но, наверное, действительно режиссер не может терять... Не мизерова показать, да? Не имеет права терять контроль на съемках и я не помню ситуацию, когда бы я сел и вот я не знаю, что делать. Такого у меня не было. Я не знал иногда, как заставить крутиться механизм, но я не знаю, что делать. Наверное, это было только на самой-самой первой картине получасовой, мне было 23 года, тогда. Ну, извините, мы прям сами робили. Да, вот это было ужасно, это было ужасно. Это самый стрессовый опыт был в моей жизни, наверное, когда ты приходишь на площадку вокруг тебя все профессионалы, и они так смотрят на тебя, так немножко. Я, к сожалению, не успел с вами поговорить про что входит в обязанности президента гильдии кинорежиссеров. Я честно скажу, я не знаю. Помогать. Насколько возможно. Помогать тем, кто нуждается, и мы стараемся это делать. Помогать студентам, у которых нет средств, помогать больным членам. Это, в общем, профсоюз. Я не могу помочь человеку в профессии, потому что я не продюсер. Все, что я могу сделать в этой ситуации, я могу помочь коллеге, который нуждается в финансовой, допустим, поддержке. И у гильдии есть такие возможности, допустим, разово как-то поддержать сильно нуждающегося члена. А есть какой-то, может быть, в гильдии, не знаю, творческий коллектив? Ну, я имею в виду, что... Это не имеет отношения к гильдии сейчас. Гильдии занимаются не этим. Они отстаивают права режиссерские. Но надо учитывать, что наши законы, официальные законы, они, в общем, не учитывают работу гильдии, и мы не можем очень серьезно влиять. Ну, хорошо, сейчас мы объявим забастовку. К примеру. Нам просто не дадут это сделать, либо, ну, и бастуете себя. Это не работает так, как, допустим, выработано в той же Америке, где они это делают, и это действительно как-то влияет на их ситуацию. У нас таких рычагов нет, поэтому по шаговым, ну, какими-то, пусть даже по капельке, как бы, мы пытаемся что-то делать, во-первых, для того, чтобы, ну, режиссеры все-таки были сообществом. Вот. А это очень сложно. Очень сложно. Очень сложно. Просто режиссер — это профессия индивидуалистов. И в Америке там действительно существует эта гильдия, я был там, в этом билдинге огромном. Но там огромный штат существует людей, а у нас, и для меня это общественная работа. Вы не думаете, что я за это получаю хоть копейку, нет? Нет, я не... Пытаюсь как бы помочь там студентам, еще кому-то. Это сто процентов не работа, мечты в плане, наверное, финансов и, возможно, проблем. Вот. Поэтому, да, это, опять же, наверное, из любви к кино. Вы туда, наверное, пошли. Даже не в этом дело. Я любил Марлену Мартеновичу Хуцеева, который был бессменным президентом гильдии. Для меня было как бы, я, в общем, не мог от этого отказаться. Но я себя чувствую даже немножко виноватым, потому что я снимаю кино все время. Я пытаюсь, конечно, как-то действовать, но все... Основной костяк, они тоже все снимают кино. Но мы не можем ходить, допустим, в Думу и просить, чтобы, к примеру, отчисления были членом гильдии. Но и нас никто особо не слышит. Поэтому мы ищем какие-то другие вещи. Вот сейчас говорим, уже давно говорим, но сейчас вроде как задвигалась профессиональная премия режиссерской гильдии, которая все-таки как-то будет поддерживать тонус членов гильдии, уровень профессии. Надеюсь, что мы все-таки сможем ее запустить. Почему российское кино сейчас не пользуется тем, что сейчас есть какое-то ослабление Голливуда? Ну, я не думаю, что этим надо пользоваться. Вопрос в том, чтобы вернулись те отношения со зрителем, которые существовали в нашем кино. В советское время, ну да, были картины хорошие, были картины средние, были картины плохие, но мы просто шли в кино. Окей, мне сегодня картина не понравилась. Ну, бывает, я пойду завтра и увижу картину, которая мне понравится. так к этому относятся американские зрители, я это видел своими глазами. А в 90-е годы как-то все сломалось, и надо сказать, что в массовое сознание наше подсадили такого чер... червя? червя, как правильно? Червя. Червя, который, как любой штамп, он вреден для самого человека. Ну, и для того, что, ну, для восприятия этим человеком действительности меняется, соответственно, действительность. Российский... Я не смотрю... Знаете, как мне часто говорят зрители, чтобы сказать комплименты? Я вообще не смотрю российское кино, но вот ваш фильм я посмотрел тогда. Мне кажется, что вот этот штамп, который подсадили в наше массовое сознание, он очень вреден. Потому что пройдет время, и вы все равно будете отождествлять свои эмоции из прошлого с теми фильмами, которые вы посмотрели, даже неудачными. Я смотрю сейчас какие-то картины, которые были сделаны в городе, где я родился, и родился, в Кишиневе. И я их тогда смотрел, они были неважные, плохие. А сейчас я смотрю их совершенно иначе. Они часть той моей жизни, они часть того моего опыта, моей личной памяти. Кино, оно тем и бесценно, что оно возвращает нас в наше собственное прошлое и не дает ему погаснуть. Когда я сейчас смотрю картину «Москва, когда мне верят», я ее воспринимаю как фильм из той поры. Но я также помню кинотеатр, в который я пришел. Я помню свое состояние, когда я первый раз увидел эту картину. Свои эмоции, почти детские, тогда, сколько мне было, лет 12. эта часть моей жизни очень важна. Отрезая эту часть, вы лишаетесь очень многого. Я говорю не о вас лично, а о зрителях, которые так легко и бессмысленно зачеркивают все-таки целый пласт нашей жизни. А кино – это часть нашей жизни. И в этом смысле зарубежное кино, оно очень важно для меня. Когда я оказался впервые в Италии, я увидел тот мир, который я хорошо знал, потому что я любил и продолжаю любить Филлени. Но понимаете, какая штука? Наша жизнь, она ведь тоже не менее важна. И то, как мы ее осмысляем, как мы рефлексируем по поводу нее в наших картинах, это очень важно лично для нас. Мне кажется, что надо избавляться от этих бессмысленных пустых штампов. Вот это плохо, потому что это, значит, не наше, а вот это хорошо, а вот то, что наше плохо, это глупость. Есть просто хорошее. И есть не очень хорошее или плохое. Выбирайте хорошее, неважно, где эта картина снята. Если у нас вернется как бы такое зрельское отношение, если зрители вновь начнут приходить в кинотеатры и смотреть картины наши, то и кино наше начнет быстрее меняться к лучшему. Я видел этот процесс, который происходил в двухтысячные годы, а потом это опять сломалось. Я очень надеюсь, что все-таки зрители перестанут так в общем предвзято относиться к ученикам. Мне кажется, что, честно скажу, извините, что я чуть-чуть вас перебил. Нет, ничего. Мне кажется, что наш русский зритель, он как футбольные фанаты. Мы только будем счастливы, если Россия будет играть в Голландии в 2008 году каждый матч и выигрывать у них 3-1, и потом все люди будут выходить на площади в слезах, обниматься. Это было незабываемое впечатление, потому что я с братом смотрел, мне было там 12 лет. Мы будем счастливы, когда будем выходить после «Легенды 17» все в слезах. Алло! Андрей Владимирович, мы выиграли! Мы выиграли! Ты мне лучше скажи, откуда взялись три шайбы в наших воротах? Это же просто мурашки. Даже я сейчас разговариваю, у меня мурашки по коже от этого. Мы счастливы, когда мы что-то видим прекрасное, и да, действительно, мы довольно-таки жесткие, когда мы чего-то недополучаем. Это правда. Я понимаю это прекрасно, но надо понимать и то, что в кино не бывает только шедевр, в кино не бывает только самых классных фильмов. Бывают разные фильмы у всех. У всех. Поэтому надо понимать, что, ну окей, сегодня фильм не понравился. Наверняка у вас бывала такая ситуация, когда вы посмотрели фильм, он вам не понравился, а прошло время, вы посмотрели, и вдруг это оказался один из самых ваших любимых фильмов. Бывало такое, наверняка. Поэтому надо просто спокойнее к этому относиться. Не надо так переживать. Ну окей, сегодня не случилось, завтра вы придете увидеть хорошую картину и опять будет вот это состояние драйва. Надо к этому относиться спокойнее и радостнее. Тогда все будет хорошо. А если больше будет зрителей приходить в кинотеатры, то тогда кино будет развиваться быстрее. И возможностей у него будет больше. И будет больше хороших фильмов. Вот так. Это взаимообразный процесс. Я не хочу ни в какой близ говорить. Спасибо большое. Мне было очень приятно с вами общаться. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok